Какой человек в Средневековье считался образованным? Который знает латынь. Наук всех наук от богословия. Ты не научишься думать, если ты не научишься читать Вердилию. При этом нет никаких естественных наук. Для средневекового христианства науки о природе, о человеке, они все равно литературные. Гомер для Византии чуть ли не так же важен, как Библия. Университетская жизнь могла быть очень конфликтной. Здрасте, Олег Сергеевич. Здрасте. Мы хотели бы сегодня поговорить про средневековое образование. И первый вопрос. Какой человек в Средневековье считался образованным? Самое первое и главное – это человек, который знает латынь. Итак, на протяжении всего Средневековья, от начала и даже много после конца, условного конца Средневековья, грубо говоря, и после Колумба, еще как минимум десяток поколений европейцев считался образованным, прежде всего, признанным латыней. Естественно, прибавились потом новые языки. Но латынь была основой основы. С XV века, прежде всего, в Италии, затем в других странах прибавился греческий язык. Потому что это все-таки уже эпоха Возрождения. И ренессансность этого самого Ренессанса в том числе была связана с тем, что вернулось знание греческого языка, которое трагическим образом совпало. Это возвращение совпало с потерей Византии. Но это я говорю о Средневековом Западе, потому что Русь, Византия, христианский Восток в широком смысле. Там, конечно, могли быть совершенно другие критерии. То есть как раз латынь была границей этой самой средневековой цивилизации, которую мы обычно так называем. А кто тогда мог знать латынь? То есть это те, кто учились в школе? Да. Те, кто поступали в университеты? Да. Ну, знаете, университетов до 1200 года нет. Есть как бы школы разного типа, из которых в 12 веке формируются постепенно первые университеты, Болония, Париж, Оксфорд, чуть позже Кембридж. Ну, в 13 веке уже десятки университетов. До этого учились, ну, опять же, эпоха длинная, да, поэтому одно дело там какой-нибудь 5-6 век, 7-е, другое дело, 12-е, принципиальная разница. Но когда пришли так называемые варвары всякие, прежде всего, германские племена на территорию Римской империи, то римская система образования не погибла полностью, но захерела, как говорится, потому что, как бы, варварам это все было не очень нужно, но варварам нужно было, чтобы кто-то ими управлял на земле, где все-таки латынь оставалась очень важным языком, и цирк сохранила очень многое, но прежде всего, конечно, то, что можно было в новую систему ценностей, что ли, христианских, воплотить из античного, ну, такого школьного канона, что ли, да, вот того, что у нас называется школьной программой. А что там осталось? Ну, она была прежде всего литературной, то есть мы бы сказали сейчас, что это словесность, такое старое русское слово, словесность, которую я очень люблю, потому что это чуть шире, чем литература в современном русском языке, да, это вообще искусство слова, искусство речи, с искусством правильно читать, писать и говорить связано непосредственно и искусство рассуждать, да, поэтому ребятеночек, ну, если у него были на то средства и желания, ну, там, семейное желание, никакого-то, да, человека пустить по такой, как бы, образованной стезе, да, то уже в раннем детстве, значит, учили римских классиков, там, Мердилия, Горация, историков, риттеров, немножко, не всего, но многое из Цицерона, поэзию и прозу, учились читать поэзию, да, скандировать ее, ну, и фактически, но при этом не было, как бы мы сейчас подумали, ну, перевода с латыни на какой-то твой язык, это именно школа на этом языке, это все равно, что если бы мы сейчас, вот, все, как в России 19 века решили, что надо, вот, наш язык это, там, французский или английский, и все бы вели по-английски, ну, как мы знаем, в Вышке такие программы есть, полностью англоязычные, да, тебя погружают в другую языковую среду с какими-то целями, да, то есть она, аналог этот, он анахроничен в какой-то степени, мы сегодня, средневековье очень давно, но в чем-то он, или там, Россия 19 века с ее французским, да, в чем-то, наоборот, это сопоставимо с точки зрения такой большой истории, длинной истории культуры, потому что многие культуры тяготеют к тому, чтобы брать, ну, формировать собственный школьный канон из, казалось бы, чужого или из далекого прошлого, да, там, Гомер для Византии чуть ли не так же важен, как Библия, при том, что Гомер – это проязычество, а Библия – это вот наше все, да, но с Гомера начинали учиться, и им же, в общем-то, и заканчивали, потому что он воспринимался как глыба, такая вот многосмысленная, там, да, ну, примерно так же мы воспринимаем наше все. Пушкина можно читать в семь лет, даже можно раньше, в четыре года, да, сказки, потом ты приходишь, там, к Дубровскому, потом к Евгению Онегину, потом, тридцать лет спустя, ты понимаешь, что ты тогда, конечно, ничего не понял в отношениях между Онегином, Ленским и двумя сестрами, начинаешь перечитывать, влезаешь в комментарии, да, там, Лотман, Набоков, у тебя, ну, как бы, новый Евгений Онегин перед тобой рассказывает. Вот то же самое, в общем-то, в пятом веке, в восьмом, в десятом, в пятнадцатом, да, у тебя есть какие-то такие, в основном, повторяю, латинские тексты, которые ты, в общем-то, воспринимаешь с разной степенью, там, подробности, да, вклинивания в текст, ну, в общем, и ты не научишься думать, если ты не научишься читать Вергилия. Но я правильно понимаю, что при этом нет никаких естественных наук в этой школьной программе? В нашем с вами понимании, конечно, нет, потому что для средневекового христианства науки о природе, о человеке, они всё равно литературны по своей природе. Науки о природе литературны по своей природе. Ну, просто нет этого научного опыта, да, нет ещё там той базы открытия, нечего было изучать. Ну, ампул у них нет, они, колб там, так сказать, они не могут поставить опыт, он им не нужен, да, но это не значит, что они вообще не интересовались природой. Вот когда ты научился читать, писать и рассуждать, ты прошёл тривиум, то есть три первых пути, диалектику, грамматику и риторику. Дальше, если ты, опять же, умный, ты как бы идёшь на следующую ступень, которая называется четыре пути или квадривиум, и там ты изучаешь такие, мы сейчас, наверное, сказали, hard sciences или точные науки, но они тоже весьма относительно точные. Математика? Да, туда входили, да, арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Принцесс, кстати, вполне вот, ну, не было такого гендерного дисбаланса, принцесс тоже вполне могли учить грамоте, если учили остальных борчуков, так сказать, да. Это не то, чтобы, знаете, вот прям правило, что там государь вообще ничего не знает. Но папство, например, и вообще церковь, всё-таки на голову были в этом выше. Когда средневековые государи светские, духовные брались реорганизовывать школы, они начинали с того, что в образовании всё очень плохо. Студент пошёл чёрт знает что, преподаватель, значит, тоже окуклился, там, не знаю, нюх потерял. Молодёжь не та, да, это забота откуда пошла. Сидишь и учишься, вот. Грамматики учили вообще-то с плёткой. По поводу плёток и розг. Знаете, я вообще была удивлена тому, может быть, вы меня поправите, что родители должны были покупать розги вместе с учебниками, когда они отдавали ребёнка в школу, что это была такая же часть остального учебного реквизита. Я думаю, что это было нормой, но я не знаю документов, которые бы свидетельствовали о том, что это, значит, закупалось вместе с учебниками. Хотя бы потому, что учебников никто не покупал, их просто не было. Ну, условно говоря, учебники, то есть какой-то материал, который там должны были вместе с ребёнком сдать, учебное занятие... Я не знаю, чего тогда задавали. Я думаю, что сдавали ребёнка. Ну, как бы, если это монастырская школа, то кто там учится? Дети, скажем, у тебя семеро по лавкам, да, и ты хочешь, чтобы один из них молился за семью, ну, стал клириком или монахом, это очень престижно. Это даже ещё, ну, в 20 веке в католических семьях кого-нибудь из отпрысков отдать, если у тебя много детей, да, отдать в, там, в иезуитскую школу или что-то, чтобы пошёл по церковной стезе, это очень престижно. Прежде всего, потому что смысл жизни средневекового человека всякого состоит в том, чтобы подготовиться к смерти и к вечной жизни, соответственно, и ты делаешь всё возможное, чтобы как-то это дело организовать на всех уровнях, в том числе с помощью выведения одного из твоих отпрысков или мужского или женского пола в самую достойную социальную среду, это монашество. И, соответственно, отдавая в монастырь, отдают и в школу, да, тогда отпрыск будет молиться грамотно, да, на грамотной латыни, и чем более грамотный его латынь, тем, значит, может быть, и действеннее его молитва. И вместе с тем здесь, на земле, ты как бы становишься, там, отцом или матерью, не кого-нибудь, а вот, там, брата Адальберта, который подвизается в монастыре нигде-нибудь, а в Хирзау или там в Сито, вот, и всё. То есть это всю семью на новый уровень выводит? Да, это всю семью выводит на новый уровень, и вместе с тем решает проблема деления феодов, да, вот этого достояния твоего, а это всё на уровне королевства тоже, да, потому что король, вот у него там пять сыновей, и причём это касается Руси, Византии в меньшей степени, но Руси, например, тоже, почему-то это наша раздробленность, потому что, ну как, у тебя трое сыновей, ты делишь своё княжество на уделы, и дальше только остаётся гадать и молиться, чтобы они друг другу глотки не перегрызли, и ещё тебя самого бы не порезали, отца, да. Это обычная реальность для Средневековья, и вот чтобы как-то тоже это всё, всё это неразбериху жуткую хоть в какие-то рамки ввести, в том числе, да, одного из сыновей, дочерей могли, не всех, конечно, да, потому что очень важна система браков, там, это жизненно важно для Средневекового общества, налаживать связи с помощью браков, вот, но кого-то, значит, вот по такой вот стезе без размножения, то есть в целебате, да, ты как бы блокируешь фамилию, человек будет последним в твоём, он не продолжит твой род, но он как бы уже немножко не на земле, вот, и учение ему в этом помогает, а если он ещё и писать берётся, да, то он может написать, например, хронику, в том числе хронику твоего графства, или хотя бы своего монастыря, но если ты, граф, этот монастырь содержишь, то, значит, будет такая история написана, вписанная во всемирную историю, как свойственно Средневековью, которая тебя выведет как бы в хорошем свете, тебя и твоих предков, да, и, соответственно, образование, получается, выполняет такую, ну, очень важную, консолидирующую роль в обществе, не только здесь и сейчас, и сегодня, но и для потомков, вот. Смотрите, один путь, пойти в школу при монастыре, остаться в монастыре, в монашестве, какие ещё были пути? Значит, можно было уйти потом из монастыря, потому что ты можешь прийти туда именно учеником, там тебя воспитывают, но ты не приносишь потом монашеский обед и уходишь обратно в мир или становишься клириком, но как бы в миру. С XI века появляется школа при соборах, то есть не в рамках монастырской клаузуры, да, не за стенами. Собор – это городская среда, да, ты остаёшься горожанином, ты идёшь туда учиться, потому что при соборе, значит, собираются там 3-4 магистра, это никогда не огромная школа, да, некоторые из этих школ могут быть знаменитыми, Ланская школа, там, Шартерская школа, Парижская школа, она тоже при соборе Парижской Богоматери, да, значит, там преподают зачастую монахи, или сам епископ может преподать, канцлер собора, член соборного капитула, то есть это как бы клир, который отвечает за этот конкретный собор, да, собору престижно иметь знаменитых магистров, примерно, как сегодня университеты, значит, переманивают в себе знаменитости, да, точно так же и тогда это престижно для собора, а городу престижно иметь дорогой собор. Соответственно, вот этот рост городской среды, средневековой, начиная с тысячного года примерно, плюс-минус 50 лет, да, рост городской среды повлёк за собой усложнение экономики, усложнение политики, усложнение социальной сферы, и вслед за этим и того, что нас с вами сегодня, значит, беспокоит, это система образования. Она не всегда система. Нам всё хочется, во всём хочется видеть систему, это не всегда система. Школы эти очень зыбкие, это часто дело одного-двух поколений. Я сам очень любил всегда знаменитую шартерскую школу, это большое явление в истории науки, философии, физики, словесности, всего и вся, и поэтому мы с друзьями перевели, значит, несколько текстов этой шартерской школы, таких, в том числе, дидактических, и издали это всё дело в литературных памятниках. Такой есть том, прям вот шартерская школа. И это явление, ну, буквально 50 лет. Два поколения, потому что мы ничего не знаем. Расскажите, как вообще у них вот эта университетская система образования строилась? Я не ошибаюсь, было четыре факультета везде? Да, вначале были, значит, по наиболее важным дисциплинам для своего времени. Это право, богословие, не забыть главного права. Два права, гражданское и церковное. Иногда вместе, иногда в каком-то университете более важно одно право, другое. Право, богословие, медицина, искусство. То, что мы сейчас называем liberal arts, каждый вкладывает в это, что хочет. Это, собственно, античный термин, унаследованный средневековьем, свободное искусство. Те самые семь школьных наук, которые я вам назвал вначале, вот их можно было изучать на новом уровне в университете. В средние века, значит, наука всех, наука – это богословие. Это самый престижный был факультет? Да, и дело даже не в престижности факультета, а в престижности этого рода знаний. Потому что факультеты могли быть, кстати, довольно... Вообще университетская жизнь могла быть очень конфликтной. Известны случаи забастовок, то есть когда все профессора, недовольные контролем, того, тем, тем еще какими-то обстоятельствами, просто прекращают преподавать. И либо замирают, либо сваливают. В Италии несколько университетов возникли из таких забастовок. Например, сегодня крупный хороший университет, и вышка его любит. Падуэ возник, точно сейчас не вспомню, по-моему, 20-е годы XIII века, когда Болонская профессура послала всех лесом и уехала в Падуэ. Человек, что он себе обеспечивает? Вот такой обычный средневековый студент, который закончил средневековый университет. Это вот сразу... Если мы не говорим про церковную карьеру, если мы говорим про какую-то карьеру в миру, кем он может быть? И что он может... Да, ну, смотрите, юрист, например, то есть если ты закончил юрфак, то ты, собственно, можешь стать нотарием, советником каким-то, консультантом, придворным. Можешь... То, что мы бы сейчас назвали заняться собственным бизнесом, например, торговать, но обладая юридическим образованием, ты обретаешь статус в своей среде. Даже если ты образование получил здесь, а потом уехал туда, ты говоришь, я магистр права, и к тебе будут как бы по-другому на тебя будут смотреть. Я даже по средневековым документам знаю, что о них немножко иначе пишут. В общем, в средние века тоже вот знание на университетском уровне ну, как бы культурного бэкграунда мира, в котором ты живешь, да, его истории, его словесности, ну, и там церковные истории, тоже поэзии, оно тебя делает просто человеком культурным. А культурный человек в 13 веке по-французски, например, и по-английски назывался известным вам словом клерк. Потому что по-французски клержи по-французски это одновременно клир, то есть клирики, вот те самые выпускники университетов, писаки, да, бумагомаратели. И это же слово обозначало вот то, что мы бы сейчас назвали цивилизация, культура, да, то есть вот если о тебе можно сказать, вот и клерк, да, по-французски или клэк по-английски, это не потому, что сидишь там что-то такое писать умеешь, а потому что ты и мыслишь, соответственно. Это мы, конечно, все потеряли давно. Такой смысл свободных искусств. Но, в принципе, я не думаю, что мы когда-нибудь потеряем это все окончательно. Университет даже до начала 20 века невероятно престижная штука. Это просто рассчитано на очень небольшую среду. Только после войны полной демократизации, либерализации крупных национальных экономик и политик привела к тому, что университетов тьма. И, в общем, каждый второй молодой человек, не знаю статистику, но, в общем, она в разы отличается даже с ситуацией накануне Первой мировой войны. Там каждый второй или там из пяти четыре человека имеют университетский диплом. В средние века это 1-2%. Понятно, что это элита. Они все считаны. Слушайте, ну вот, да. Но, тем не менее, вот студенты средневековые, они же были очень похожи на современных. То есть что? Учились, веселили, такие же балбесы. В этом смысле все стабильно, много веков. Да-да. Здесь, я думаю, все нормально. Вот они писали на латыни знаменитые эти самые галиардские стихи или как у нас их чаще называют поэзи вагантов. Ваганты это как бы шатающиеся шкалеры. Но они шатающиеся, если их выгоняют или они уходят. Так, в принципе, ты пришел в университет, сидишься там. А они не могли переходить, если они там вот... Ну, могли там. В каких-то ситуациях, конечно, могли менять. Да, вот. Но вот у нас сохранилась такая студенческая поэзия. Не к счастью там переведена на русский, часть нет. Есть и неопубликованные даже в рукописях. Там стихи встречаются какие-то шутливые, серьезные. Бывают молитвенные, бывают как бы карнавальные травестия. Все было... Если это сейчас, пишут ли наши студенты стихи? Безусловно, пишут. И я периодически говорю, что и в дебрях вот сапа, гнездится поэзия. Вот можно, так сказать, сидеть в этом... Мы все, мы старшие, все раздражаемся, что они сидят в этом стихе. А вдруг он или она там пишет стихотворение, достойное рождественского романса? Понимаете? А средневековый студент, у него денег на пергамент не было. У него, может, что в голове есть, а записать-то у них же не было тетрадок таких, как у нас. А что было? Ну, как они? Многое ты должен был запоминать. Вот выходит препод, значит, там на кафедру, действительно, кафедры, как у нас такие. Потом встает, кладет текст на 30 строк, предположим, из Вергилия, зачитывает его. Читали, приготовились там, типа, им было задание прочитать эти 30 строк вот там из Инаида или там еще откуда, или там фасты Овидия, я не знаю, что, или фрагмент из Библии какой-то. Читали? Читали. Помните? Помним, они должны помнить наизусть. Этот конкретный фрагмент, не все, вот этот фрагмент, и он начинает комментировать этот текст, да-да-да-да-да-да, выделяя, видимо, интонационно текст, исходник, да, и дальше интонационно то, что он сам хочет сказать. Если это законодательство, ну, право, да, то берется какой-то казус, зачитывается казус, вокруг него выстраивается, как это... Есть форма лекции и есть форма семинара, как у нас, где студенты, значит, должны что-то такое отвечать. Это очень устная тема. То есть это все в голове? Да, это все в основном в голове, потому что пергамент – это кожа животная. Ты не можешь тратить, как мы тратим бумагу, или наше виртуальное там место на компьютере. У нас абсолютно другие технологии запоминаний. Но и память у них тоже проработала совершенно иначе, о чем, в общем, есть целый ряд исследований средневековой памяти. Значительно лучше. Ну, нет, я бы не сказал, что она... Это трудно, конечно, измерить, да. Вот. Мы знаем людей, которые в средние века знали там огромные пласты текстов наизусть. А вот, кстати, можно ли из-за этого сказать, что, допустим, их образование, то средневековое образование в каком-то смысле было более фундаментальным? Потому что человек все заучивает, он может очень долго учиться. И у нас вот, да, сейчас интернет, мы по вершкам можем нахвататься буквально чего угодно, там гуманитарии прочитать про физику, наоборот. А тогда получается, что это так было вот все по-другому. Хороший такой вопрос. Как-то... С одной стороны, я как историк не могу отвечать, что более фундаментально, что менее фундаментально, потому что фундаментальность это очень изменчивая единица. Что считать фундаментальным сейчас, а что им не считать, им там большая эрудиция. Это фундаментально или это по вершкам? И можно последний, да, вопрос получается, что наука, какая цель науки? Ну вот я бы сказала познать природу вещей, суть вещей. Как устроен мир? Они занимались наукой для этого? Ну, нет. Это прикладная штука, то, что вы сейчас назвали. Познать мир может быть полезно, полезным, если это ведет к чему-то более высокому. Потому что все равно на вершине бытия и системы человеческих ценностей божество и твоя связь с божеством. И главное благо в этом мире это спасение индивидуальной человеческой души. Даже одно единственное. Потому что Евангелие говорит, что одна забудшая овца ему, Иисусу, дороже, чем стадо праведников. И, соответственно, это очень все парадоксально. Но это в этом суть еще, не знаю, наверное, средневекового мировоззрения. Поэтому цель бытия человечества на земле это вечное спасение. И, соответственно, все знания так или иначе должны к этому подходить. Но некоторые знания, да, они могут помочь здесь и сейчас, например, медицина и права. Огромное спасибо. Можно мы попросим вас порекомендовать для наших зрителей какие-то книги научно-популярные про эту эпоху? Вообще про образование или про средние века? Про средние века. Ну, про средние века полезно читать, конечно, меня. Вот. Потому что я старался. И даже вчера на премии просветитель мне сказали, что я получил приз зрительских симпатий. То есть я не выиграл просветителя, я в коротком листе. Но какой-то приз зрительских симпатий я там получил. То есть читательских симпатий. Поздравляю. Спасибо, да. Хотя бы так. Вот. Значит, можно читать меня, но совсем не только меня. Есть ещё хорошая книга Криса Уикхэма. Она тоже подвигалась, кстати, по по линии переводов. Очень хороший перевод. Современные книги про Средневековую Европу. По-моему, так и называется Средневековая Европа. Можно слушать подкасты страдающего Средневековья. Все знают страдающего Средневековья. Конечно. Как бы паблик пабликом. Книга страдающего Средневековья замечательная вполне. Но она конкретно про мир маргиналий, мир как бы шиворот на выворот такой вот всё, карнавальный. Да. Но и про искусство. Это очень хорошая книга. И другие книги этих авторов тоже. Значит, со страдающим Средневековья мы затеяли подкасты. Это беседы типа наши с вами. Да. Вот ровно как мы с вами. Только там одни мужики. У вас же была там женщина. Нет. Ну, в смысле, ведущие мужики. Не так интересно. Но значит, эти подкасты вполне. И они будут продолжаться. Мы будем дальше это делать. Тоже для любителей всяких подкастов и видосов средневековой темы на постнауке и на магистре.ру. Мне неизвестен магистре.ру. Но там целые курсы по искусству средних веков. В том числе один мой. Но не только мой. Разные. Это очень интеллигентный ресурс. Ну и просто несколько классиков как бы уже ушедших из жизни. Это один из моих учителей Жак Легов. Разные его работы. Это Жорж Дюби. Это Йохан Хёйзинга. И в нашей стране наверное Арон Гуревич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова